Надеюсь, меня слышно хорошо. Вот. Спрашивают, куда можно отправлять домашние задания. Ну, домашние задания, как правило, вы для себя делаете. Ну, вы можете до 20.00 отправлять на Инстаграм личку. Ну, я по возможности попытаюсь ее проверить там и посмотреть. Ну, как правило, вы вопросы, если есть какие-то, да, или можете спросить. То есть кто отправлял? Сегодня, правда, я там не дошла до Инстаграма, потому если вдруг кто-то отправил, так я ничего не проверяла, потому что сегодня что-то очень напряженный день. Ну, иншаллахэ. Вот. Поэтому можете отправлять, кто вдруг не отправил. Или хотел отправить. Иншаллахэ. Сегодня у нас с вами тема. Проглажание предыдущего мы брали про Мюн Сякина, и сегодня Мюн Сякина и Танвин. И также маленькая тема — это добавление Часры Танвина. Мюн Сякина и Танвин — это тема такая большая, широкая. Ну, возможно, мы сегодня все темы к ней не затронем, но затронем некоторые из них. Так, сейчас, например. Так. Ничего, хэм. Значит, у нас правила Нюн Сякина, то есть сакунированного Нуна и Танвина. Почему Танвин, я вам на прошлом уроке говорила, да, когда я объясняла Танвине, я вам говорила, что будут правила, связанные с ними, ну, как бы, с Нюн Сякиной и с Танвином, потому что, по сути, Танвин, да, вот эта вторая палочка из Танвина, ну, из вот этого Танвина, указывает на Нюн Сякина. Поэтому и правила у них одинаковые. Конечно, есть различия, потому что Нюн Сякина приходит в середину слова, например, а Танвин приходит только в окончании слова, поэтому, ну, как бы, встречается чуть-чуть по-разному, но правила у них общие, да. Вот. Правила у них четыре, то есть четыре правила входят в, ну, как бы, в это большое семейство, Танун Сякина и Танвина. Это Аль-Ивгар, и мы уже знакомы с этим словом, да, то есть это четкое, ясное чтение, Аль-Идрам, ассимиляция, тоже у нас уже было, и на прошлом уроке с ним мы говорили, да, то есть, ну, суть та же у них, был Идрам, Мим, Сякина, и мы говорили про солнечные буквы, вы помните, там тоже сливалось, Лям с последующей буквой, тоже это такой вид Идрама. Далее, Аль-Икляб, это превращение буквы, ну, там, Нун в Ба, ой, в Мим, извиняюсь. И четвертое, Аль-Ихфа, это утаивание, да, вчера мы тоже, когда брали с вами Мим Сякина, упоминали, одно из правил было у нас Аль-Ихфа, то есть, по сути, названия те же, там был Аль-Ивгар, Аль-Идрам и Аль-Ихфа. Икляб там не был, но в названии, да. Вот. То есть, у нас эти четыре правила будут связаны с Нун-Ихфа и Тармином. И, по сути, это очень важное правило, почему? Потому что, ну, практически нету, наверное, такого аята в Куране, где бы ни приходило одно из этих правил. Так как Тармин — это как бы такая грамматическая всё-таки категория, которая приходит часто очень. И практически в каждом аяте, ну, или Нун-Сякина приходит, или Тармин, ну, очень редко, да, наверное, можно и то, я не могу прям сказать, какой аят, ну, возможно, есть такой аят, ну, где очень-то не короткие, там, одно-два слова, где нету Тармином или Нун-Сякина, но в основном эти правила встречаются, ну, везде. Поэтому их обязательно нужно выучить и хорошо в них ориентироваться. Значит, первое — это чёткое чтение. Так, здесь у меня почему-то такой цвет. Придётся немножко подкорректировать. Секундочку. Сейчас. Потому что там, потому что не показывает. Сейчас. Сейчас. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Показывала. Теперь. Значит, у нас идет первое, это Аль-Илвар, четкое чтение, четкое, ясное чтение, когда читается Нун-Сякина или Нун из Танвина четко и ясно. Помним, что Нун-Сякина, над ней будет в этом случае Сукун в виде головки от буквы Х, Сукун, Халия и это будет указывать на Эдгар. Но Танвин у нас будет иметь такую форму огласовок, которые стоят ровненько одна под рукой. Иншаллах, после того, как мы закончим Нун-Сякина, возьмем отдельно форму Танвина уже после того, как будем знать вот эти правила. Иншаллах, из Сукуна, Сукуна повторим и будет вам понятно, как ориентироваться, Иншаллах, по тому, как это выглядит в Нус-Хафе. Значит, четкое чтение. Если после Нун-Сякина или после Танвина приходит одна из горловых букв, ну как бы само понятие горловых, конечно, более понятно, да, будете учить Махараджи, и вам станет яснее, понятно, какие горловые, какие нет, но тем не менее, это уже подсказка вам будет для того, чтобы сориентироваться. Это буквы Гамза, Га, Айн, Ха, Гаин и Ха. То есть это шесть букв. Если после Нун-Сякина приходит одна из этих букв, или после Танвина, так как Танвин в конце слова, значит, это уже будет начинание следующей буквы, следующего слова, как бы с этого Харфа, да, с этой буквы, вот, то Нун-Сякина или Нун-Истанвина читается четко и ясно, без дополнительной Гунны. То есть обычно Ан, или Ун, или Ин, ну, или там, вот такие варианты. Понятно, Нун-Шала. Ну, например, вот мы видим Танвин, Танвин-Фатах, и после него идет Гамза. Гамза – одна из горловых букв, поэтому Танвин, а в частности, ну, из Танвина мы читаем четко и ясно, да, у нас не будет, ну, что-то там особого такого происходить. Читаем Куфу-эн-Ахэд, да, просто А-уэн и переходим на Гамзу. То есть никаких особых трудностей это не должно вам создавать, да, то есть все, у вас просто буква читается так, как мы учили ее в отдельности читать. Далее, пример еще, тоже в суре Альфиль есть, Пэйрон, Эбэбиль, тоже у нас идет Танвин и Гамза. В принципе, тоже та же буква, вот. Хотелось бы еще на Нун, и тут у меня есть такой пример. Так, вот на Танвин Касар у нас есть пример. Ха-си-дин-и-де. То есть мы читаем четко и ясно Танвин, затем переходим, ну, нун, вернее, из Танвина, да, переходим на Гамзу. То же самое здесь. Гла-си-гын-и-да. Да, тоже у нас идет Касар, и потом Нун из Танвина и Гамза. Как-то так совпало, что все примеры на Гамзу здесь. Ну, бывают и другие, да, не только Гамза. Буквы. Здесь вот пример на Нун всякий, где там был на Танвина, здесь Нун. Смотрите. Нет. Ну, здесь Мин-Хауф. Мин. Видите, Нун имеет Сукун Ха-ле и потом Ха. Мин-Хауф. Да, то есть мы читаем ее четко и ясно, никак там. По-другому не изменяем. В Суре Тальфа Атиха у нас есть тоже пример на Нун всякина. Да, на Нун всякина в слове, в последнем аяте Ан-Ам-Та. То есть это в середине слова, не в конце. Там было все в конце, а здесь в середине. Видите, Нун и в последнем буква Айн. Ан-Ам-Та. То есть идет у нас тоже это изгар. Иншала здесь понятно вам с этим правилом. Да, эфир Иншала сохраню. Кто желает Иншала, посмотрит после этого эфира. Я постараюсь по возможности побыстрее его загрузить на YouTube в течение получаса. Ну и тут можете посмотреть тоже. Хорошо. Здесь ясно Иншала. Да, здесь главное запомнить Нун всякина и какие буквы после нее идет. Идут, да. Хамза, Ха, это нижнее горло, середина горла Айн, Ха. И верхнее горло Айн, Ха. Да, то есть вот эти шесть букв. Две, две, две. У нас, когда приходят, у нас не сливается, ничего не происходит. Да, потому что далеко от Нун они там горло, а Нун у нас на передней части языка образовывается. Хорошо. Вопросов нету. Идем далее. Возьмем еще Иншала. Позволяет нам время и возможности пока есть Аль-Идхан. Здесь немножко правила более шире. Разделяется на разные классификации. Но тем не менее. Давайте хоть что-то. Последняя Касра. Почему не читается Касра? Там она читается. Почему она не читается? Кто вам сказал, что она не читается? Фи, Ди, Ни, Ли. Это другое. Так. Сейчас. Четвертое, что вы имеете в виду? Вот тут. Последняя Касра. Фи, Ли, Ли. А, здесь. Я поняла. Ну, она не только тут. Здесь последняя огласовка не читается. У нас же при остановке останавливаемся мы на Сукун. Это основа остановок в арабском языке на Сукун. То есть, если у вас тут, ну, например, какая-то огласовка, так, какая-то огласовка, да, мы не говорим огласовку, мы говорим ее как будто Сукуном. Это при остановке, правило остановок. Так. Аль-Идхан. Аль-Идхан, да, ассимиляция, как я уже сказала, у нас встречалась. И на прошлом уроке, и на позапрошлом, и на позапрошлом, когда мы там солнечный брали. Да, то есть уже, как бы, мы с ними познакомились, с разными Идханами. И в частности, теперь Идхан Нун Сякина и каким-то буквами. Какие тут буквы? Здесь тоже задействовано шесть букв в этом правиле. В первом было шесть, и здесь шесть. Они в сочетании Яр-Малюн, можно запомнить до слова, и эти все буквы. Я, Ра, Мим, Лям, Вау и Нун. То есть шесть букв. В сочетании перед ними, если приходит Нун Сякина, то у нас будет Идхан. Идхан, помните, ассимиляция была. Но в этом случае не только она будет сливаться, и, как вот, например, солнечные буквы мы брали, или Мим, Смим, да, у нас Идхан. Но там одна и та же буква. Тут тоже есть сочетание Нун. То есть когда будет Нун и Нун, да, то есть это будет схоже, как Мим и Мим. Но есть и другие буквы. И, как вы видите, уже здесь вот в классификации, Идхан у нас делится на Идхан с Рунной, то есть с нозализацией, и Идхан без Рунны, то есть без нозализации. Если мы возьмем Идхан без Рунны, то здесь такой же принцип, как было в солнечных буквах, когда Лям не читалось, и вторая буква полностью удвоилась, то есть она полностью ставала удвоенной, и следующая вторая буква, и на Лям как бы ничего не оставалось. И здесь, если будет после Нун, Лям и Ра, то же самое удваивается, а так как Лям и Ра не имеют никакой Унны при себе, то, соответственно, она будет тоже. Да, будет, ну, например, Ан-Ля, да, будет Аль-Ля, уже Нун никак не будет прослеживаться. Или, например, Ан-Ра, А-Ра, да, то есть будет удвоенная Ра. Например, и далее посмотрим. Но, когда у нас приходят эти буквы, каждая отдельно, ну, иншаллах, мы каждую рассмотрим еще дальше, но пока не скажу. То есть если мы будем говорить Нун плюс Нун, да, то у нас удвоится Нун, и сама Нун, даже удвоенная, она имеет, пусть это и вторая Нун, да, то есть даже если принцип такой же, как и у этого Идгама, Нун имеет при себе, как бы это ее неотъемлемая часть, вот эта нозализация, Ан-Н, да, то есть носовой звук. И он просто удвоится, станет, ну, как бы вдвойне долгим. Тут будет Гунна максимальная. Например, было Ан-На, да, Ан-На станет Ан-На. То есть она Гунна станет максимально возможной. Если будет Ан-На, то уже будет тоже удвоенная МИМ, и МИМ тоже имеет при себе Гунну, как бы изначально, это часть ее, как и часть Нун, поэтому тоже будет удвоенная. Вместо Ан-На будет Ан-На, да, то есть удвоенная. Но с УАУ и Я чуть-чуть отличается момент, потому что если мы Я и УАУ сами по себе удваиваем, они при себе Гунну не имеют. То есть эта буква не имеет Гунны. Но тем не менее с ними будет Идрам с Гунной. И здесь нужно как бы внимательно, что у нас получается здесь Идрам как бы неполный. То есть она удваивается, эта буква, но первая часть, да, она как бы идет с Гунной. Она с Гунной, которая от Нун. То есть она как бы часть от Нун, а именно носовая нозализация остается. Например, у нас ИН-Я будет ИН-Я, да, то есть как через нос идет звук немножко, или ИН-УА будет ИУ-УА, да, то есть тоже через нос, нозализация. И в Коране у вас будет подсказка на то, что это не полный Идрам, что после Нун, так как на Идрам, помним, у нас СУКУН АРИЯ указывает, то есть никакого знака сверху над Нун не будет, но в случае с МИМ и СНУН над ними будет удвоение стоять, и это подсказка, что там полное удвоение, то есть полностью читаем Нун удвоенную или МИМ, а СВАУ и СЯ вы такого удвоения не увидите. То есть там нужно сориентироваться, что там Идрам как бы удвоенное, но идет неполный Идрам, и мы делаем Идрам-изгонное. Иншаллах, это вот тема Идрама. И посмотрим на примере. Пример, вот опять же, Сура Аль-Ихляс, видите, маленькие Суры, а здесь мы видим и Илвар есть, и в этом Аяте и есть Идрам. У нас слово Якун, Нун, видим, на дну нету ничего, пусто, на дну пусто, нету никакой огласовки, а в следующей за ней Лям удвоенное, то есть это Идрам без Рунны, потому что Лям удвоенно не имеет Рунны. Да, будет Якуль, Якуль, то есть мы не читаем Якун, Ля, если вы слышали, наверное, Чичицу, и там видели Нун, как бы он не читается, возможно, кто-то, ну, как бы задавался вопросом, а почему же она не читается, или вам, может, не слышится, или еще что-то, действительно, она здесь не читается. То есть мы видим Нун, пусто над ней, это Идрам, и вот Нун не читается, получается удваивается Нун, ой, удваивается Лям, и удвоение здесь как подсказка об этом говорит. Далее, сура Урейш, сура Урейш, у нас идет в последнем аяте слово джу-рин, здесь танвин, да, джу-рин, джу-рин идет танвин, и потом вау, над ней удвоения нету, но так как это Идрам на Акыс, джу-рин ва-а-мана-хум, да, джу-рин ва-а-мана-хум, то есть мы удваиваем и читаем Идрам с Гунной, так как он не полный Идрам, здесь Гуна остается, поэтому так. Так, мы на этом, сестры, ставим примеры, иншалла, на следующий раз, как я вам говорила, сегодня чуть-чуть сократим наш урок, потому что такая вот ситуация. Но, иншалла, если есть вопросы, я на них отвечу еще по этим правилам. По этим правилам, если есть вопросы, проследите, да, проследите свои, вот, в сурах, ну, найдите танвин, после них какая буква. Мы еще с вами не взяли их, фа и гляб, ну, хотя бы вот Идрам, он тоже часто встречается, и Илгар, вы можете уже найти. Да, сурат Альфаатиха там нету, Идрама там есть Илгар, Нун. Хорошо. Вопросов не вижу. Хорошо. Иншалла, тогда мы закончим наш урок. Вот. Кто вдруг не успел начала, может посмотреть записи без ниля. Я сейчас добавлю. Баракаллаху фикунна. Субханакаллаху. Бахмдик. Ашхаду ва ла аляхла анта астагбирокатубу алейк. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Айякум, альфа. Айякум. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...